доброго времени суток друзья мои с вами владислав садитесь поудобнее приготовьте что-нибудь вкусненькое приятного просмотра сегодня у нас крафт не мой прислал мне его алексей апостолский еще дня четыре назад все руки не доходили сделать по нему видео мы сейчас с вами видим крафт их на четырех ховерах вы скажете влад ну мол и чё тут удивительно ну четыре ховера ну и хрен бы с ним как бы 4 ховера сейчас у всех есть нет есть у этого крафта один секрет простой и незамысловатый как вы уже могли обратить внимание два ховера расположены сверху скажем такой о-образной защите которая формирует некий контур демпфер в общем что-то что позволит нам выдержать урон то чем мы будем танковать и главная фишка в том что потеря даже одного ховера для нас не является критичным как видите мы можем продолжать бой на трех ховерах при этом мы остаемся очень даже подвижный эффективный боевой единицы то есть видите реально три ховера канают а если же у стандартного крафту которого расположены ховера по бокам оторвать один из ховеров давайте даже проверим как это будет я думаю все прекрасно знаете на таком крафте будет уже продолжать невозможно крафт начинает креет но это сейчас не сильно креет а когда будет нагрузка он будет вообще не играбелен и нелетабелен на этом же крафте все в порядке давайте же разберем принцип сборки он простой как удар монтировкой по лицу наша цель сделать так чтобы ховер смотрел в центр кабины ну то есть именно чтобы центровка была максимально эффективный нужно сделать так чтобы эта штука смотрела посередине то есть берем ставим ховер и смотрим вот видите центр кабины центр хольтера центр кабины центр хора все прекрасно ставим 2 ховер и пожалуйста далее нам пригодится ребята отвал паровозной почему ну потому что вся же эта конструкция должна танковать в итоге не долго думая недолго мучаюсь у нас получится вот такой вот разор сразу разор это не моё разор друзья мои у нас идет творение мастера хаоса собственно там вы можете скачать с выставки и у вас уже будет вот такой замечательный готовый крафт что забавно ребята этот крафт практически нифига не стоит по деньгам ну то есть поясню в основном он сделан из стильки за исключением четырех элементов ходовой которая и стоит основную сумму денег все остальное у этого крафта сущие пустяки буквально плюнуть и растереть давайте же посмотрим 4 ховера да кстати сколько у нас средняя цена сейчас а ховера то подросли по цене слушать и майданы как говорится устарели давайте-ка посмотрим подчем ховера на момент записи данного видео в первый день они стоили 200 монет но вот сейчас стоит 294 монет то есть вы можете купить себе непосредственно 4 ховера за 294 монеты на это пожалуй самое дорогое приобретение будет далее кабина примерно на вскипку монет 50 40 до 50 генератор 40 50 ну и три пушки тоже где-то 150 то есть получается 250 монет того 1250 вполне бюджетный крафт при этом обладающий невероятной эффективностью и шикарный живучесть как видите прочность крафта 944 единицы вполне маневренный и вполне подвижно ну и по сложившейся уже традиции давайте же обкатаем его бою друзья мои а теперь давайте посмотрим это чудо-юдо в бою на самом деле я нашел несколько недостатков первое крафт оказался слегка перегруженным ему явно не хватает нового движка потому как крафт иногда очень тяжело управляется в частности на заносах и на маневре им действительно тяжеловато но основную свою роль он выполняет просто прекрасно а именно за все по и за все время теста мне так ни разу толком и не отшибли ховеры а ведь самое главное для ховер крафта это чтобы было целое его оружие и были целы его ховеры ведь иначе какой нафиг ховер крафт поэтому друзья поначалу данный крафт может показаться сложноватым и к нему стоит однозначно привыкнуть ну и само собой желательно не танковать боками поскольку боками он нифига не танкует все его преимущества и вся его сила заключена именно в необычном носе которым и стоит принимать урон ну об этом у нас непосредственное видео но как я уже говорил ранее тут сильно не хватает движка и я в дальнейшем попробую собрать нечто похожее но уже с двигателем скорее всего гепард и через три спектра вторых потому как мне они больше нравятся чем данное оружие почему ну стрелять проще на самом деле даже пожалуй это единственная причина почему я хочу выбрать спектр и почему я их хочу сюда поставить но вы знаете в любом случае я очень рекомендую вам попробовать данную сборку кстати а мне действительно будет интересно а как она вам напишите пожалуйста об этом в комментариях под видео и поделитесь своими мнениями впечатлениями вообще буду рад если вы будете лайкать те комментарии которые считаете правильными со сборками или с предложением чтобы они чаще попадали вверх в топы и собственно говоря доносили вашу мысль да у непосредственно меня до стримера ведь так намного проще кстати друзья а давайте предложим какой-нибудь крутой супер интересный крафт вот как к примеру вот этот который мне предложили поэтому друзья мои пожалуйста просто пишите название крафта в описании под видео и лайкайте я потом посмотрю если там крафты будут действительно уникальными как пример вот этот же разор с своей изюминкой фишкой то по ним обязательно сделаю видео но просьба реально пихать туда что-то уникальное иначе получится каша мало знаете как вот на стримах когда смотришь крафта зрители очень часто зрители просит просить просит посмотрите крафт и открываешь а там четыре колеса кабина до два аккорда и ты сидишь смотришь и думаешь вот что мне человеку сказать да зашибись придумал дружище гениальное конструкционное решение поэтому друзья пожалуйста что-нибудь оригинальное чтобы сэкономить мое и ваше время ну а далее друзья мои я хочу оставить вас просто наедине с музыкой собственно говоря наедине с этим боем на бой получился действительно неплохой немножко трудновато и вы тут можете увидеть что периодически у меня небольшие проблемы с маневром с управляемостью из-за того что крафт по ощущениям получился все таки тяжеловат но я с вами прощаюсь играйте и выигрывайте с вами был ладислав до скорых встреч пока пока а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА